Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда, конечно, очень рад всех видеть. А мы-то как рады! Ну вот, зал-то сегодня полный, но, к сожалению, все равно, даже, ну не к сожалению, к сожалению, там свободные столы, это те мои друзья, которые собирались прийти, но вот у них не получилось. Кто-то обещал смотреть по телетрансляции, я еще с ними там поговорю, глядю туда. Но одна из главных причин, на удивление, пропустить концерт для некоторых стал сегодняшний праздник, День милиции. Ну да, есть такой праздник, он сейчас называется несколько по-иному, там какое-то очень длинное-длинное наименование, я его не могу запомнить, но вот этот праздник, как бы так он остался в голове. Я помню, что в советское время по телевизору, а телевидение у нас было немножко такое ужатое, был самый лучший концерт. Мы всегда ждали, это 10 ноября, потому что знали, там увидим, там, Аллу Пугачеву, Песняры, Самоцветы, Владимира Венокура, там, или еще кого-то. Ну, единственное, кстати, вот, ровно 35 лет назад, я помню, что в телевизоре не было этого концерта, там, девочки танцевали «Лебединое озеро», да, вот так вот 35 лет назад дорогой Леонид Ильич нас покинул. Но сегодня, ну, один милиционер собирался прийти, в прошлом танкист, кстати, другой летчик, ну, он в авиации МВД, тоже не пришел, понятно, я понимаю. Вот, там, 39-й стол, должен был сидеть заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами. Он говорит, слушай, ну, извини, но я не могу отказаться, меня вот в Кремль на этот торжественный концерт. Вот, это я все к чему. Спасибо, что вы не в Крем большие. Мы зверю оттолкнем, и небо снова Обнимет нас своими облаками Мы верим, что оно сегодня с нами Спешим навстречу, будто дали слово Пусть метео нам тучи обещает Оставим снизу Все дожди и лужи Изнанка туч всегда светла снаружи Нас небо, солнцем, как родных встречает Вот жалко, что ошибок не прощает Влюбленность в небо, ты земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь сросся каждый с ушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды и хлеба Мы не сломались Как нас не бросали Ведь было время, крылья нам вязали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу Чуть выше в небесах инверсий рощерк Там мирный ГВФ сквозь дни и ночи Несет людей в Анталию и Сочи А мы, как в школе, тренируем почерк Выводим в небе тексты сочинений Фигуры пишем, а точнее, пашем И где-то снизу смотрят дети наши Наверное, им пока не до волнений Мы все вернемся вместе, нет сомнений Влюбленность в небо ты, земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но за сдвигом Ведь росся каждый с ушкой или мигом И крах нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды и хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам ввязали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу Мы на петле вычерчивая строем Местами землю с небом поменяем Но мир нам не изменится, позная Пойдите, как дворцы замки строят Нам не придется жить в таких хоромах Но честь свою мы в грязи не уронили Пусть те, кто снизу свой кусок схватили Зато у нас есть небо, мы здесь дома И будет в нашей жизни по-другому Влюбленность в небо, ты земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но за сдвигом Ведь росся каждый с ушкой или мигом И крах нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды и хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам висали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу По небу Влюбленность в небо, ты земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но за сдвигом Ведь росся каждый с ушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды и хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам висали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу По небу Вообще совершенно другой был план В плане там первой песни Увидел несколько знакомых лиц Там вот прямо напротив меня сидит Леша Прохоров Пилотажная группа «Стрижи» из золотого состава Как я их называю, как Валера Морозов Вон он Это командир пилотажной группы «Стрижи» В то, опять же, золотое время Да простят меня сегодняшние ребята Там сегодня их водят, опять же, из того же состава Сережа Осяйкин Они работали именно в то самое сложное время Начало 2000-х годов Когда вообще керосина не было Они тут всех на уши ставили Поэтому спасибо, что пришли Ну вот, экипаж почти в сборе Я знаю, что еще и должны люди одни подойти Даже не одни Бурный тэц, дебру на взлет Небо снова нас зовет И бетонку с Богом отпустит Набираем мы шарулон И плевать нам на циклон Вновь поют моторы свой мотив Сквозь болтанку в облаках Выйдем к солнцу в небесах Все дожди оставят под собой На работе мы опять И трудяга борт 0 для 5 Четко держит главный курс домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурма нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас всеми ждут Да мы же сами, как семья Мы экипаж Снизу морем облака Пять семьсот и мы пока Крепкий чай, в который раз попьем Все мы здесь как за рулем Что покрепче все потом На земле посадки мы нальем Командир на руку скор Наплевал на коридор До ворот прокладка все долой Пусть земля запросы шлет Борт родит всех, кто то шьет Нам быстрее надо, мы домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда Нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурманам Другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Да мы же сами, как семья, мы экипаж До джентра Пока автопилот Угляняет наш налет Командир прочтет свой детектив И спокойны мы в полонье Мы уже не на войне Шумеет о нас пока что стих Пусть приходится летать В те места, куда послать Даже и по маме не пошлет Нам уже не привыкать В обеззоловку играть Снова прикол, снова маршрут Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам Другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас все не ждут Да мы же сами, как семья Мы экипаж Хоть мы и сами, как семья Мы экипаж Экипаж Спасибо Спасибо Ну, я думаю, очень многие здесь в зале знают Что третью песню я всегда пою В памяти тех, кто ушел на последнее задание Сегодня я в первую очередь Хочу посвятить эту песню Двум капитанам Это летчики 72-й гвардейской авиационной базы Авиации Балтийского флота Капитан Юрий Медведков и капитан Юрий Копылов Ровно месяц назад, 10 октября Они ушли на своем бомбардировщике Су-24 На свое последнее задание На солиобазах Мимим Воздух в августом расплавлен Обратились в точебельство Под завязку я заправлен И подвешены все средства И для птиц сирена В бою Опусти рекомен И рыбак нет в воздухе войною Значит, миру не до мира Миру явно не до мира Я не нож, но я заточен Под боевые задачи Коль верхах большие лица Не нашли до мира повод Не смогли договориться Значит, я последний топот Я теперь последний топот И со мною наравне Эти двое, что во мне Время, чем на всех часах Только стрелкам не решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах Где во небесах? Нам дарую адреналина Добавляет неизвестность Не шумей керосина Я обрезаю местность Где-то рядом неприятель Мне сейчас не до каприза Включим главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу Нам пастыть огнем и громом Огрызается поверхность Контингент и там непрома Повышают нашу смирность И в кабине этих поля На приборы смотрят хмуро Я как будто селенополен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо на пролом Как в рваных парусах Мы-то вверх, то снова вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где-то в небесах Живой папа не убитый Хоть помни глупый Точно И орёт им тетерита Чтоб на воздух вышли срочно Эти дворя, как на мине Великая цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как хочу я в эскадрилью Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловинность Возвращаемся из боя Пусть мы явиволочёмся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся Обязательно вернёмся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтобы не была тем жизнь И тогда не смерть, а жизнь Перемесит на лесах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Спасибо Юрий Медведков и Юрий Копылов Я бы сказал, что они там молодые ребята Но когда уходят летчики Они всегда молодые, конечно Я уже говорил, что они 72-й гвардейской авиабазы Это Черняховск, Калининградская область Парни у меня были на концерте Я их помню Это был конец 2015-го года Даже дату помню Рождество по католическому стилю 24-го декабря Рождество на 25-е декабря Такой своеобразный был, помню, концерт Потому что шли ночные полёты Командир полка, ну, авиабазы Витя Литвинов, мой очень близкий, хороший друг И он говорит, ну, спой-то А мы в это время в командировке были от НТВ Работали у пограничников в Калининградской области Я в командировке без гитары практически не езжу Вот они меня туда увезли И вот я помню, что окончание полёта в 11-й час Там клуб такой Вот потолок ниже, чем здесь Немцы построили ещё, когда это Кенигсберг был, наверное, где-нибудь в 30-й год Он почти не отапливается И тут ещё и аппаратура накрылась И вот я помню Они сидят все в зимних куртках А я в этой рубашке Если бы не кружка коньяка от командира Не знаю, как бы этот концерт прошёл Потому что без микрофона и так далее Вот, ну, есть что вспомнить Да, вот там вижу знакомые лица Такая моя группа товарищей Армавирского Вышего авиационного училища лючков Ещё, кстати, подъехать должен один товарищ тоже Ну, так для разрядки Это, можно сказать, в том числе специально для вас Потому что то, на чём вы летали Белётных смен на сегодня в плане И на старинках ждут нас корабли Заря развеялась алой краской В пятом океане Со штурмоном отчели мы с земли Рёх двух сердец, двух пламенных моторов Нас, граждане, за грохот, упрекнут Но кто-то в небе нас проводит Восхищённым взором Отряд уходит с громом на маршрут Кругом волшебных облаков у братства Наш дом на все четыре стороны Вдвоём мы патрулируем пространство И щитом из крайней будничной страны Под крыльями поблёскивают реки И небо по маршруту, как проспект Там на земле нас ждать остались Вылдые чеки И значит, на чеку боекомплект Ракеты мирно дремлют на пилонах И верят, что не будут с ветерком Отчаянно носиться на различных эшелонах В погоне за каким-нибудь врагом Кругом волшебных облаков у братства Наш дом на все четыре стороны Вдвоём мы патрулируем пространство И щитом бескрайней будничной страны По облакам корабль, как по волнам Хоть сорок тонн, а словно легкие Если что, мы можем при желании На волнам увидеть звёзды днём на потолке Ну а пока увидеть бы Илюшу В просторе океана голубом Кораблик наш воздушный, он ведь Торже хочет кушать, он пьёт А наши нервы узелком Кругом волшебных облаков у братства Наш дом на все четыре стороны Вдвоём мы патрулируем пространство И щитом бескрайней будничной страны Как в гавань кораблей идём снижать Отряд вернулся, самолёты вряд И пусть нельзя мы курим на стоянке Улыбаясь, пока машины и техники чухлят Усталые, но радостные лица И громче нет звенящей тишины Дай Бог нам уходить в полёт По плановой таблице Когда по плану, значит без войны Кругом волшебных облаков у братства Наш дом на все четыре стороны Вдвоём мы патрулируем пространство Щитом великой и большой страны Вдвоём мы патрулируем пространство Все Дорогие друзья, давайте буквально пару минут отдадим вашему любимому Николаеву отдохнуть. Дорогой, мы тебя любим. РБС «Соколы», летчики-стребители и половой ВВС. Наш выпуск, который здесь, еще ребята подъедут, на следующий год в Армавире 25-26 августа. Это приважаем 35 лет нашему выпуску. И Андрей Юдин, командующий ВВС, наш отмотяжник. Поэтому ждем тебя, дорогой. И твой диск, третий, также наши отмотяжки все ждут. Удачи тебе, добра. Здорово, когда защищает наше небо классные пилоты. И есть у нас такой лучший голос авиационной России. Дорогой, ты лучший голос. Спасибо. Дениамин Кудаяев, полковник. Кстати, вот я надеялся, что командор будет, потому что Николай Лопаренок передавал привет ему из Ростова. Я просто ему туда говорю. Я ответственно хотел передать привет, но он еще пока не приехал. Я уже говорил, что группа товарищей не смогла приехать по ряду причин. Это уважительные причины. Вот сегодня крайне мало в зале моих винтокрылых друзей, ну, к счастью, есть близкие мне люди. Ну, просто завтра в Торжке проходит такой ежегодный борцовский турнир на кубок генерала-полковника Павлова. Традиционные соревнования, которым в свое время положил именно командующий армейской авиацией. Кроме того, огромного вклада в развитие именно вертолетчиков, вертолетной авиации, который внес Виталий Горыч Павлов, который, к сожалению, в прошлом году нас покинул, герой Советского Союза. Вот еще вот такие добрые дела и вот этот турнир, который, я уверен, будет жить. Сегодня вот большинство ветеранов там и так далее, те, которые ко мне на концерты приходят, они все там. И, кстати, думаю, что сейчас они поздравляют еще одного замечательного моего друга, генерал-майора Александра Юрьевича Черняева, у него сегодня день рождения. И он говорит, ну, мы вечером, мы там будем смотреть Александра Юрьевича с днем рождения. Так, на всякий случай. Ну и песня, соответственно. Ласточки летают над землей, Низкая, значит, снова непогода, На утюжем небо здесь полгода, Значит, полтора, и я живой. Натрия умножается войной. Вот и с нами вид, оно все на глаз. И если мы летим предельно низко, Это значит, нам до цели близко. Крайний Чиль последний этот раз Бог решил. Мы верим, а он за нас. И, конечно, верим мы в бою. То, что никогда не подводило, Кто-то называет крокодилом. Птичку, про которую пою, Ласточку пенисту мою. Подтвердят нам трассивный расчет, Не ошибся летчик-оператор, Нынче он, как в фильме, терминатор, Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет, он тем, и наш им шлет. Скажет кто не сотражному. Вранье. Нас спугают снизу кулей, Дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье. Мы втроем под нимбом у нее. Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты не погубила. Обоснал же кто-то крокодилов. Ту, что выручает нас в бою, Ласточку пенистую мою. За спиной молотит пулемет, Бортовой наш парень не из робких Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе Расчет бортовому Общий наш зачет. На отписи, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все горда, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума сводила. Что за дурень клинчит крокодилам Ту, что вместе с нами на краю Ласточку пенистую мою. Словно сто разгневанных богов Все на нас обрушили свинепость. В небе словно маленькая крепость Мы ведем огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голов С нашей птичкой мы не отвернем Не проходят с ней такие штучки Бережно держу ее за ручки Словно в танце кружили мы вдвоем Мы танцуем танго под огнем С той, которой песенку поют С той, что нас от смерти уводила И я убью того, кто крокодилом Обзовет любимую мою Ту, что выручила нас в бою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку пить не стою мою Красиво Я, кстати, не зря упомянул Александра Юрьевича Черняева Песня, надо сказать, появилась в том числе и благодаря ему И как раз после концерта вынесли бухаря Мы поехали к нему в Красногорск Кстати, хочу Морозову сказать, что я тогда Черняева просил Только Морозову не скажите, что я у вас ночую Он живет напротив Обидится А мы с Сергеем Масловым, героем России, летчиком-испытателем Они с Черняевым вместе учились И мы у Александра Юрьевича сидели Практически целую ночь обо всем Они оба воевали в Афганистане и рассказывали какие-то такие вещи Александр Юрьевич летал именно на Ми-24 Были какие-то нюансы Иногда задают мне вопросы нынешние вертолетчики Помоложе, которые тоже воюют Они говорят, а как вот это Там у тебя песни не совсем правильно Мы бортового не берем на боевые задания Да, действительно, ну как, я не знаю, к счастью Ну, наверное, к счастью сегодня Потому что всякое бывает Но что-то у меня в голове осеяло Как Александр Юрьевич рассказал У меня, говорит, бортовой был Это, говорит, что-то Все, говорит, отдыхают Вертолет там, значит, привели к чувству и пошли отдыхать А этот, говорит, все время с машинкой Которая крутит и патроны в ленты набивает Он, говорит, ходит себе, набивает Там эти ящики складывает на борту И потом шмаляет там, в общем-то Это вот оттуда То есть вот началась эта песня Сочинение у генерала Чернеева дома Закончилось у полковника Дмитрия Сергеева в Кореновске Свидетелем, кстати, был вот Сергей Викторович Косяков, заслуженный военный летчик Российской Федерации Когда-то командовал Будетовским полком вертолетным Вот и Дочка его, вот Настя, мне тут как-то присылает Одну запись Говорит, ну что, я так оба слушаю И я там так сбиваясь что-то пою Именно эту песню Это, оказывается, вот они втихаря тогда ночью записали Первое исполнение с бумажки Ну и есть такое дело Вот, ну ладно Новая песня Вроде как она и про авиацию С другой стороны, может быть, не совсем про авиацию Название у него вообще не авиационное Называется она «Мальчик на Феррари» Ну, я, собственно говоря, долго... Ну, что-то рассказывать, наверное, бессмысленно Я лучше спою, как говорил один человек Терминологии там особой нет Ну, разве что вот для людей не военных Камар — это аварийный радиомаяк В летательных аппаратах Ну, даже... Ну, для военных могу сказать, что Феррари — это такая машина Которая стоит гораздо дороже, чем Жигули Светило ярко солнышко в зените Убитый грач обломками молчал Пищал комар отчаянно спаситель А жив ли летчик, он не сообщал Была надежда призрачная и шаткая До смерти здесь, как в песне, три шага И наша винта крылая лошадка Несла нас прямо к чёту на рога А в это время мальчик на Феррари Носился по Москве И по пути за час устроил несколько аварий Пытался от гаишника уйти А мы пытались лётчика найти Нам вроде как везёт, но так, не шибко Мы видим парашют, заметен бой Нам дробью барабанной по обшивке Но главное, что парень наш живой Мы не поём безумству храбрых песню Играть привыкли марш, а не романс Плечом к плечу с любимой птичкой вместе Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс А в это время по Москве в угаре Направо и налево всем хамя По тротуару в золотом Ферраре Мальчишка несся к голову сломя Мы тоже тут несёмся, но дымя Ай, нам трассеры всё небо украшают Там снизу бородатых прям аншлаг Что делать с нами, боженька решает Мы живы, хоть машина как дуршлаг Нам лётчик снизу машет, уходите Держись, браток, ещё не кончен бал Нам ярко светит солнышко в синете Ты пан, браток, который не пропал А в это время на Ферраре мальчик По телефону папу набирал Каёвому показывал вверх пачек И звёзды снять с погонов обещал А нас без обещания Бог спасал Мы со скоростью в Ферраре уходили И где-то у нуля, высотомер Мы нашего парнишка уносили А он ревел на взрыв, хоть офицер Мы тоже слёзы тщательно скрывали А говорят, летают смельчаки Мы пальцы ему долго разжимали Он в них сжимал гранату Без чеки Спасибо Как говорят, в каждой шутке есть доля шутки Также и в каждой песне есть доля того, что было То есть это тоже не на ровном месте Есть у меня очень близкий друг Он в Хабаровске живёт И летает сегодня в МЧС Полковник Станифлав Штинов Он когда-то в своё время рассказывал Как они в Афганистане вытягивали лейтенанта И вот, ну вот Примерно такая ситуация была То есть как бы вот, ну действительно Что-то где-то вот оттуда Следующая песня Всё же по ходу как-то так Вот помню недавно Звонит мне Владимир Валентинович Бенедиктов Командующий военно-транспортной авиацией И говорит, давай, значит Вот у нас там мероприятие 26 октября В Ульяновске очень серьёзное Там туда-сюда И я, ну у меня в это время там Другие выступления Говорю, Валентинович, не могу Там туда-сюда Сегодня опять звонят Говорят 1 декабря давай в Ульяновск Мы тебя завезём и туда И в Оренбург Ну там действительно Не то, что интересно Знаменательное событие Я считаю, сегодня Их не так много Но они начали случаться То есть вот 1 декабря Там будет объявлено Формирование нового полка Военно-транспортной авиации В составе Оренбургской дивизии ВТА Ну, наверное, неспроста Это в Ульяновске происходит Потому что именно там расположен Завод Авиастар Который производит самолёты Ил-76 Сегодня это новые модификации Ил-76 ПС-90А, по-моему, так называется С новыми движками Машины-лётчики просто страшно довольны Там, ну, я, конечно, пошучу Что транспортник может там Бочку со взлёта сделать Но сумасшедшая тяга вооружённости Совершенно новые возможности Новый авионик Сегодня начали эти самолёты поступать Уже на вооружение Мы как-то больше привыкли Что вот, ну, истребители, вертолёт Они там уже несколько лет валом идут Это всё очень здорово Но большие самолёты реже Но вот они всё-таки пошли Не знаю, должны были прийти люди ещё Вот из авиационного комплекса имени Ильюшина Не знаю, есть они тут или нет Но в любом случае Я обычно эту песню пою для тех, кто летает Но, конечно же, она посвящена и тем, кто Это всё конструировал, строил, строит Для меня было просто великой честью Когда где-то несколько месяцев назад После того, как я спел эту песню Ко мне подошёл Генрих Васильевич Новожилов В свои далеко за 90 годы Который был, скажем так, автором этого самолёта И попросил со мной сфотографироваться У меня просто вот, ну, опустились даже руки Это было, ну, что-то невероятное для меня Вот, ну, ладно, песня Что насупился Илюха? Нынче были до дезарей Набивают снова брюхо, груз, швардуют, технари Носят ящики солдаты и заката акварель Только нам не до заката рампа, эльфер, апварель Рампа здесь не значит цена Палуба не значит флот Мы не взвинчиваем цены на писью аэрофлот Мы летаем, где стреляют экипажу не впервой И Илью не испугают грузовик наш боевой И на взлёт уходит в выселье от рутяга Турбин, грохочущий квартет поют Летит Илюша, работяга Бродяга, наш транспортяга Горбом по небу столько лет Нам лететь туда, где жарко С дозаправками маршрут Полный борт гуманитарки там на месте разметут Мы спасаем чьи-то души Близких ведем лишь во сне Не печалься, брат Илюша А лучше так, чем на войне Это лучше, чем когда-то Полным ящиков в борту Возвращали мы солдат в их последний вечный дом Улетали от печали с новым небом с головой Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш боевой И на взлёт уходит в выселье от рутяга Турбин, грохочущий квартет поют Летит Илюша, работяга Бродяга, наш транспортяга Горбом по небу столько лет Чай, печенье и конфеты Надоели на мужик Штурман курит сигареты Там на нижнем этаже Техник мыслит о посадке Что сготовить на обед Если что, всегда в порядке У него велосипед Распростёр Илюша крылья Вместе с грузом нас несёт Коридор ему открыли Значит, он людей спасёт Эх, Илья, небесный пахарь Горд на спинке трудовой Если где-то что попахнет Грузовик наш боевой И на взлёт уходит в выселье от рутяга Турбин, грохочущий квартет Поёт Летит Илюша, работяга Бродяга, наш транспортяга Горбом по небу столько лет Снизу пальмы поглясать Из зимы встречают борт Заведут нас и посадят В незнакомый жаркий порт Мерзные не пьют поклуши Все предели как один От души нальют Илюши Самый вкусный керосин Командир на борт вернётся Весть благую принесёт Наш Илюша улыбнётся Нижним блистером Блеснёт Нам наградой не медали А скорее путь домой Роды снова в максимале Грузовик наш боевой На взлёт Уходит в выселье от рутяга Турбин, грохочущий квартет Поёт Летит Илюша, работяга Бродяга, наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Родина Красиво Субтитры Ну, как я всегда, с каждой песней что-то связано Не помню, рассказывал или нет Однажды приходят на какой-то из моих аккаунтов то ли фейсбук, то ли одноклассники, письмо от девочки, как потом выяснилось, с 7 или 8 лет, которая спрашивает, дядя Коля, а как керосин достать? Совершенно неожиданный вопрос, я уж не помню, как я там отвечал, но суть-то сводилась к тому, а зачем? Ну, у вас же в песне написано, что он вкусный. Но дети, конечно, порой неожиданно реагируют на совершенно безобидные или те вещи, которые, может быть, и не безобидны, но им кажутся совершенно обыкновенными. Я вот помню сыну, он сейчас уже, говорится, почти 30, когда лет 6 было, он так отличался. Отличился однажды даже через реанимацию, и после того, когда его зашили, уже какое-то время прошло, я помню, в Лиде это было, где-то нету мальчика, как-то такая подозрительная, тревожная тишина. Раз смотрю, он на балконе, у нас четвертый этаж, идет так оценивающе, смотрит вниз, потом куда-то вправо, думаю, что у него там вправо. Смотрю, у него в руках стабилизирующий парашют от штурмовой бомбы, который как-то это принес. Вот. Быстро, не то, что я его на помойку выбросил, порезал предварительно. Вот, поэтому, как говорится, дорогие товарищи взрослые, следите за детками. Нет, вот недавно сказали, знакомая говорит, ну что, Анисимов, твои концерты скоро в Артеке станут невостребованными, война заканчивается там на юге, и все такое. Ну, как она заканчивается, мы все видим. Буквально вот на днях ранила моих двух коллег по телекомпании НТВ, корреспондента Илья Овшинина и оператора Тимура Уронова, еще два парня с телеканала «Звезда» и пять военнослужащих. То есть, ну вот, война действительно заканчивается. Ну, собственно говоря, если даже она завершится, наши там будут. И я думаю, что еще неоднократно я там на авиабозе спою эту песню. У нас на родине метели, а здесь потоле на заказ, и многозвездный наш отель, апартаменты, экстракласс, удобство снаружи. Бывало и хуже. В торговом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, А море просто на тюрмот, но видим только с высоты мы эти красоты. Процесс работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, И многие совсем не ждали здесь видеть нас. В другие времена на старе мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи не хотели, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет этикета Сюда не отдыхать пришли, не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Калачиваем в цели, словно гвозди По самому прямому назначению Здесь каждый вылет боевой А напряжение кипишь Кабина словно дом родной Вот только жаль мне не поспишь А хочется очень Особенно ночью Которой месяц не до сна Ты не уйдешь на бюллетень По распорядку здесь война Что день, что ночь, рабочий день Здесь все на пределе Назначены как цели Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес И сразу станут цифрой двести Тухим все в окрест Прицельные парки, тонкий крестик Миг на них поставит Ширный крест Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи возмущались, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе не до этикета Сюда не отдыхать пришли Не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты В кабачевом цели Словно гости по самому прямому назначению И вероятные друзья Нам скажут просто Бэри Гуд Летать по много им нельзя У них нормированный труд Им бедным не сладко Жить по распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубей Два раза нам не умирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить в половину И к выстрелам в спину Минует нас по воле фарта Смерть и холодок Года спустя полетной карты Выцвешили стоп Напомнит нам довольно ярко Ближний, но далекий Столь восток Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом нет и не до этикета Всегда не отдыхать пришли Ему гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вколачиваем в скале Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Спасибо Даже оттуда иногда звонят Да, не только приветы передают Кстати, многие считают, что В той же Сирии все время хорошая погода Жарко Не совсем так Я помню, когда первый раз летел Уже почти два года Январь был И вот думаю, так Здесь в Москве минус 20 Думаю, термобелье одевать Как-то лень Зачем? Там тепло Потом думаю, ай, ладно Одену в самолете Сниму и все будет хорошо Снял Прилетели Выхожу Все, одел и больше не снимал Дождь, снег, град И, конечно, полеты Полеты, полеты и полеты Несмотря ни на что Это я к чему К следующей песне Ветра с утра вовсю в полях гуляют Устроили какой-то шумный пир И тучи землю Клочьями цепляют Как будто бы замерз Молчит эфир Наверное, уж лучше снега В июле Чем этот ливень, молния и гром Синоптики Нас снова Обманули Продал до самых плит Аэродром А зяблен на стоянках Самолеты Нас терпеливо ждут Он ехал Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И жены радость тщательно скрывают Дождя, увидев слезы на стекле Пускай гремит И молнии сверкают Спокойнее Пока мы на земле И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молнии зло Грустят Аэродромные собаки Укрывшись от ненастью Под крылом А зяблен на стоянках Самолеты Нас терпеливо ждут Он ехал Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И небо, как компьютер, вдруг Зависло Мы на высотке Тут мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем Ждем А зяблен на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Он ехал Погода прекратила все полеты И мы к земле И мы к земле Привязаны дождем Ждем Спасибо Опять повторюсь Что сегодня есть люди Которые хотели Но не удалось им приехать Но в том числе Это были летчики-испытатели Московского вертолетного завода Мой близкий друг Владимир Иванович Кутанин Они Ну, вроде все складывалось Но у них случилась задержка по работе Они сейчас сидят Работают Там под Севастополем В Крыму Испытывают Ну, вернее Занимаются Сертификацией Очень интересные машины Ну, про нее многие знают Потому что, многие, наверное Все, кто разбирается в авиации Это вертолет Ну, на котором в будущем Будет летать президент России Ми-38 Вот Дальше они ее перегодят Туда, куда-то На краине север Там продолжат Работы по этой сертификации Испытанием Хотят поймать там Температуру Минус 50 Поэтому, ну Если смотрят Мужики, привет Чтоб все у вас там получалось И песни для испытателей В небесную родитель Мы приводим их Как в сады детей Для них мы, как родители Куда уж ближе и родни Мы словно воспитатели А не бабы Ты школьный класс Они ж, как испытатели Испытывают нас И в небесах Распохнутых Перемещаясь вверх И вниз Играем с ними В шахматы Где жить Какой-то главный приз И каждый раз Как первый раз Они бывают здесь Ничьих Они испытывают нас А мы испытываем их Мы в небе летать И работать их учим В ответ Они тоже нас Многому учат И хоть красота Есть и в солнце И в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые Нам горы предложат Болтарство за небом И точно откажем Летаем на всём Что летает И даже На том, что летать Без пойти не может Болтарство за небесы Сыр Считают, сколько тратилы И считают Что у ноги Весь мир Молчат полно романтики Благоволит удача нам И деньги И работать и работать И работать их учим В ответ И работать их учим Они тоже нас Многому учат И хоть красота Есть и в солнце И в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые Нам горы предложат Болтарство за небом И точно откажем Летаем на всём Что летает И даже На том, что летать Без пойти не может По краю наставлениях Один год ещё В тот край найти Чтоб не было сомнений Воследь ты мог сказать Лети Любимому ребенку Что за годы Научил ты жить Любимый ребенок Утеный Смог Как в сказке Превратить А после Дети новые Которые Силенее Умней И строптивые Рисковые Нету вновь Для нас Родней И снова Непослушный класс Перед уроками Прийти Они испытывают нас А мы Испытываем их Мы в небе Летать И работать И хочем Это не то же Нас много поучат И хоть красота Есть и в солнце И в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые Нам горы предложат Полуцарство За небом И точно скажем Летаем на всём Что летает И даже На том, что летать Пойти не может Мы в небе Летать Мы в небе И работать И хучем В ответ Они тоже Нас много Учем И хоть Красота Есть и в солнце И в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые Нам горы предложат Мол, царство За небом Мы точно откажем Летаем на всём Что летает И даже На том, что летать Пойти не может Аплодисменты Аплодисменты Вот на этом вертолете он уже установил немало рекордов мировых, которые официально, скажем так, зарегистрированы. Среди них подъем вертолета на высоту более 8600 метров. Нормально, да, вертолет? И Володя Раскава говорит, ну мы уже туда забрались, а там же летают серьезные самолеты сужирские. И кто-то их там увидел, и там чуть ли не истерический такой радиобмен. Это что здесь? Вот. Ну, Ми-38, будущая, наверное, такая вот одна из составляющих будущего вертолетной авиации. Следующая песня про машину, у которой рекордов гораздо больше, чем у новейших машин. И главное, главные рекорды, наверное, не те, которые регистрируют ФАИ, а те, которые навсегда остаются в памяти летчиков, в памяти тех, кого они спасли. Да и как бы ни говорили, я уверен, что они остаются в памяти и самих этих машин. Живые они. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно, но высотых взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязком, в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся. Я вернулся. Знаешь, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю. Я устал, наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах? На пределе, но износ. Я МИФ-8. Я вернулся. Кто б скомандовал мне волен, а нахватал я пуль, довольно, ух, как больно. Справа блистер мне разбили. Правока хоть не убили, соцепили. Капитан, что в левой чашке матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились. Потому что они разбились, возвратились. Знаешь, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Для меня замчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износ. Я МИФ-8. Я вернулся. А в салоне наследили. Пятна бурые застыли. Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся. Капитан ко мне вернулся. Затянулся. К борту мне ладонь прижала. И ладони его отражала. Так устала. Говорит, что все в порядке. Гладил мне рукой заплатки. И заплакал. Вот судьба моя какая. Тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, Все равно летать охота. Пусть по войнам и меня носят. Я МИФ-8. Я МИФ-8. Я МИФ-8. Спасибо. Человек предполагает, а судьба располагает Не узнать дорогу наперёд Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то Мы кладём в виражик вертолёт Как сто лет назад в Афгане в правой чашке Друг мой, Ваня, между нами саня бортовой И усталость трекозою над бескрайнею тайгою Мы жужжим, и фронт здесь грозовой Где-то в прошлом пушки и танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать В мирном небе есть заботы Хватит нам и здесь работы Ведь не всю жизнь нам воевать Снова пашем сверху ручно Но в больницу нужно срочно вывезти Кого-то из тайги И находим мы средь ёлок богом Брушенный посёлок и домики Как бабушки еги Ветер сильный на посадке Не впервые нам всё в порядке Быстро фельдшер объяснишь потом Что аппендицит случился Парень вон в живот вцепился И девица тоже с животом Мальчик-фельдшер слишком бледный Первый раз летит он бедный Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело Приходилось под обстрелом Взвод на борт нам своей Принимать Навсегда мне, Ваня, жалко Тех мальчишек, что в повалку Мы перевозили за рекой А теперь мужик в салоне Как трёхсотый тихо стонет Об одном подумаем с тобой Знаем, всё в порядке будет Парень точно не забудет Этот наш внеплановый полёт Что-то там ему отрежут Будет жить в тайге, как прежний Может нас когда-то поменёт На снасях у нас девчонка Голосит, ну так уж звонко Саня, быстро что там доложи Командир, отходят воды Прилетели это роды Блин, мы ж не проходили тренажи Девка в воздухе рожает Нас засветки окружают Бедный фельдшер проглотил язык Примет санечка младенца Замотает в полотенце Прокричит нам радостно Мужик! Работяга наш МИ-8 От грозы нас всех уносит Снова мы как будто на войне С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обязаны вдвойне Человек предполагает, а судьба располагает В этой жизни абсолютно всем Вы летали нынче трое, нас маршрут потом удвоил А в итоге прилетело семь Вы летали точно трое, нас умножили на двое А в итоге оказалось семь А вот седьмой ряд, но может шесть Спасибо Жизнь, я всегда говорю, она круче любого романа Любого боевика или там какого-нибудь драматического фильма Мелодрамы, то есть вот история реально была Даже фотографии есть Недавно, ну относительно недавно выступал на авиапазе «Энгельс» Но удивление первый раз, честно говоря, как-то странно Вроде как-то с дальниками такие замечательные отношения И встречаться приходилось в других местах Но вот в «Энгельс» как-то первый раз Сергей Иванович Кабалаш пригласил командующего дальней авиации И вот помню, мы прилетели, рулим на этом Ту-134-м Вот это меня, ну не то что впечатлило, а удивило Или как картинка, когда вот проезжаем на стоянках Ту-95, Ту-160 И у них звездочки нарисованы Ну конечно, не как в Сирии Самый рекорд я видел это 100 звездочек Я даже сфотографировал на Су-24 То есть тысяча болевых вылетов Ну это просто, ну не знаю, у меня в голове не сильно укладывается Здесь 4-5 звездочек То есть это, ну опять же, это полсотни боевых вылетов Таких самых, ну Ту-160 Самый крупный бомбардировщик в мире И так далее То есть это очень серьезная цифра То есть вот они находятся здесь у нас На родине А выполняют задачи боевые там И очень хорошо выполняют Хотя, конечно, как-то на сегодняшний день Смотрится неожиданно Потому что мы привыкли, что эти самолеты Ну они все время летали И во времена холодной войны И сейчас, то есть, ну больше как для демонстрации того Что у нас это все есть И своя у нас воздушная Кузькина мать Ну и песня Пройдет улюшка на полет На полосе корабль замрет На исполнительном у молитва Все по карте Винты все восемь на упор Разбег, отрыв, вираж, набор А все проблемы мы оставим там на старте Маршрут проложен не на глаз Мы верим штурману на раз Здесь интернета нет И недоступен Google И как полсотни лет назад Бамперы словно на парад Идут на север, чтоб потом уйти за угол И словно лидерный наш порт Сопровождает нас эскорт Вот только нет на небе Оркестровой меди И где-то в натовских штабах Шифровки строчат по ВХ Летят в Атлантику российские медведи Летят в Атлантику медведи Пролитый кофе обожжет Болтанка нас не бережет Погода дрянь и на радаре сплошь засветки От фюзеляжа револьвером Производства СССР Сказали пьянкисы, что русская рулетка И вместо радостных вестей Карма доложит про гостей У плоскостей повиснет Пара супостатов А невец тоже на пролон Мы чуть не в бристерном крылом Такие курсы, как правило, из штатов Но не изменит курс обор Хоть и наглеет наш эскорт Мы посылаем их домой К любимым леди И где-то в натовских штабах Тревогу бьют и все в бегах Пришли в Атлантику российские медведи Пришли в Атлантику медведи В жабыке он и нет дороги Он для нас, как сеносток Нам отыскать ему надо чертову иголку И ищем мы на риск и страх Авианосец на волнах А не найдем, то все задание без толку И крик Я вижу, командир Вдруг разорвет немой эфир Железный ящик с высоты уже заметен Там черт ихнется адмирал Разнос устроит и обрал А мы так счастливы, как маленькие дети Качалом крыгам и сфорд Пошлет доклад про русский борт И уберутся наши летные соседи У них в штабах дадут отбой Лишь будут спорить между собой Когда опять придут в Атлантику медведи Придут, ой, придут в Атлантику медведи Мы на свидание идем Друг друга с танкером найдем И семь потов сойдет Но мы поймаем конус Хоть тяжело держать режим Мы каждой тонной дорожим А турбулентность повысит общий тонус Наш самолет будет устав Он помнит разные места Вьетнам, Ангола, Куба и Гриняя Отцы летали там до нас Но если дали нам приказ Мы обязательно смогли Ведь мы умеем И экипаж от просто смог И пусть усталость палит с ног Но мы так рады нашей маленькой победе Что нас совсем не клонит в сон И не спит сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики Медведи пришли домой Медведи И тут в разволочку Медведи Домой Любимые медведи 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 Тут, ну, опять же, я говорю Я люблю поговорить Сегодня Очень хорошая моя знакомая Подруга, друг Всего прекрасно знают Светлана Владимировна Копанина Но она часто ко мне ходит на концерты Тут у нее не получилось Она только-только вернулась с Казахстана Там Ну, надо сказать, кто не знает Это ее родина вообще Родилась она в Щучинске В Кочетавской области Там медучилище закончила Уже, ну, в Целинограде Это ныне столица Казахстана Астана Так что, пока Света нет Могу более подробно рассказать Ту историю, о которой я на прошлом концерте упоминал Когда с бумажечки пел новую песенку свою Вот Которая, кстати, написана Вот там сидят Заместитель командира Кубинской авиабазы Сергей Соков Вытянул руку с Ремкой Я эту песню еще называю Песня, написанная у Соковых дома На всякий случай Спасибо, ребята, что вы меня не тревожили Во время Макса Каждый вечер, несколько дней подряд Я запирался у них там дома в комнате И у них живой Что-то писал, писал Вот Это все явилось производной того, что случилось в небе Перми Мы там вместе со Светой были на фестивале Крылья Пармы Я обычно там комментирую всю эту пилотажную работу Даю концерт И, ну вот, Света должна была там выступать Вечером мы сидели в ресторане Где-то примерно в такой теплой обстановке Он говорит Так, а как же там У меня-то самолет сегодня стоит на стоянке С этой гражданской стороны Там аэродром совмещен Аэропорт Большой Савина И Сокол авиабаза с МиГами-31 Он говорит А летать-то на той стороне Что ж там с пилотажной зоной Я говорю Ну, я тебе потом пальцем покажу Он говорит Слушай, так давай завтра мы полетаем Ты мне пальцем покажешь Ну, весь подвох этой фразы Я, конечно, ощутил на следующий день Я радостно согласился Хотя, честно говоря, думал Что это несколько такие Выпившие, по-моему, такие разговоры Ну, вот на следующий день Она, ну, ну что, поехали Да, поехали Мы приехали в аэропорт А Света должна была сделать В качестве инструктора Полет с одним из летчиков Который специально из Москвы приехал Потому что у нее Она у нее квалификация Еще и летчика-инструктора Вот Она говорит Сейчас я его там Немножко поучу А потом уже там Слетаем ты мне там пальцем ткнешь Ну, они поднялись Тысяча пятьсот Смотрю, все очень там Так, чинно, мирно Там, бочечку скрутили Там, что порог Там, петлю Так, все Ну, достаточно скучно Вернулась Ну, давай Ну, хорошо Ну, мы немножко жили пилотажа Я говорю Ну, да Какие Кто же откажется От этого немножечко Вот Ну, я и расслабился В общем-то Потом у меня Как сказать Первые тревожные предчувствия Закрались Когда Я забрался в кабину И У Света наушники у нее Ну, анатомические в ушах А мне дали Ну, шведские эти Гарнитуры Такая Не успей уже никакой камеры Тебе поставить Я как-то неизначай подумал Ну, не успеет А не успеет Потом я уже думал Какое счастье Вот Ну, самое начало полета Я еще мог проанализировать В каком-то виде Потому что Светка Она оторвалась Набрала метров 8-10 И резво перевернулась И такой перевернутый полет Над полосой Я только вот Ну, пытался сосчитать Эти бетонные плиты Которые мелькали Перед глазами Вот вроде как рядом Как вот вы сидите Так это А потом, естественно, вверх Это отрицательная перегрузка И дальше уже как-то Не очень соображал Что происходит Ну, некоторые фигуры Понятно Но все это Такой калейдоскоп На достаточно малой высоте Она, естественно, через каждые Там 10-15 минут Спрашивала Ты там как? Я говорю Нормально Значит, еще Ну, в конце концов Чтобы ее успокоить Я спел один куплет Я летчик Вот Ну, похоже, что ее не сильно Это Впечатлило Она все равно продолжала Меня спрашивать И при этом выписывала Всякие такие кренделя Что В общем Ну, мне было, конечно Под конец уже нет Ну, у нее пилотажная программа 10 минут Мы крутились в 12 У меня такое было ощущение Что это где-то час был Наверное Вот Передохнуть я смог Только два раза Когда она говорит Ну, показывай Где тут пилотажные зоны Так, с спокойным виражом Я говорю Видишь, топливозаправщик Стоит там на стоянке Вот завтра здесь Она, хорошо И второй раз Когда она мне дала Попилотировать Он две петли свернул Три бочки сделал Тоже, когда сам делаешь Как-то это самое А, ну, и третий раз Я не то, что Отдохнул Но так У меня такой нервный смех Раздался Она, чего там? Я говорю Ничего, да Ну, там просто между В передней кабине Всего два прибора Между ними такая Смокинг Естественно У меня как-то это Развеселило Может быть, вовремя Вот, да Мы приземлились Я помню Мы ровлили Я весь мокрый Вот В гарнитуре Слышу Диспетчер с вышки Гражданский Светлана Владимировна Большое спасибо Это было Неожиданно И прекрасно Вот Я уже Когда мы на стоянку Так я думаю Может, это я такой слабак Думаю Че-че Как-то Мне даже Ну, я летал много на чем На серьезный пилотаж Но такого у меня не было Вот Но когда я выбирался из самолета И увидел лица там Командира полка Игорь Бабкин стоял Ратур Саркисян И Саша Володин Все у меня Всего трое было Вот этот взгляд такой Вроде с одной стороны Такой уважительный Но больше всего Он был Сочувственный Ты как Я сказал Я сказал одно слово Ну, не цензурный Света мне потом Так а че ты Ну, как Ну, сказал бы Я говорю Света, вот как ты себе Это представляешь Сзади сидит красивая женщина Тут мужик Скажет Мне плохо Давай сидеть Вот Ну, в общем Все это было достаточно Так весело По итогам Развелась песня О которой Света все мечтала Говорит Ты когда-нибудь про нас Напишешь или не напишешь В течение 10 лет Я когда-то имел Неосторожность сказать Что я начал писать Про нее песню И никак это все не получалось Все на корзину работал Тут оказалось достаточно Вот так Слетать И совершенно неожиданно Для меня И для нее Получился вот такой Пилотажный Рок-н-ролл Светлана Говорит, друзья Что спортом надо мне заняться Я воене против Только лень не напрягаться Нет такой вид спорта Чтоб сидеть в удобном кресле Шахты советуют Но мне неинтересно С девушкой я повстречался В поисках от рвета Спортсменка Света Рассказала мне про спорт Высоких достижений Мол, все днишек, все дела И минимум движений Усадила мило Словно кресло кинозала А потом зачем-то Очень крепко привязала Радостно шмелек Жужжит мотор аэроплана На взлет Светлана Мы над точкой как комета Как звезда карты балета И с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом Не пойму я где планета Слишком близко рядом дед Что же делаешь ты, Света? Что же ты делаешь? Но, Света! Нежно душат перегрузки Много единичек Меж прибором вижу я Привинчена табличка На весь ноу-смокинг Вероятно, это шутка Тянется, как целый час Обычная минутка Я бы закурил Да как достать здесь сигарету? Он смеется, Света Бочки петлят, что пара Какие-то фигуры Это идиот Сказал про то, что папа дурый Сам дурак Ведь в небе добровольно оказался Буднил один день Когда со света я связался К шарюм-зворам по кабине В поисках стоп-крана Вернись, Светлана Мы над точкой, как комета Как звезда каждой балета И с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом Не пойму я где планета Слишком близко рядом дед Что же делаешь ты, Света? Да что ж ты делаешь? Ну, Света! Я как будто рыба Так, которую за жаброй Жизнь моя, мне кажется, уже обракотаброй Света говорит, что есть такая же фигура Я в ответ невежлива Но все же без цензуры Ласковая Ну ты как? Звучит, как из тумана Я жив, Светлана Наконец, аэроплан в земле бросает света Я к тебе вернуться Здравствуй, милая планета Неужели я живым? На землю возвратился Может, не совсем здоровым Но ведь не убился В небе мило Прокатило Да, еще добавок Без билета Спасибо, Света! Мы над точкой, как комета Как звезда карты балета И с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом Не пойму я где планета Слишком близко Рядом, где-то! Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Звучит, как комета Звучит, как комета И летая, как комета Посылали мы приветом Населению планеты В поблоках вдруг Понял, где-то Моя песенка не спета Мне без неба жизни нет Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света! Света! Спасибо! Перебор! Буквально на одну минуту Я пару объявлений сделаю Перед антрактом Ну, во-первых 25 декабря В этом прекрасном заведении Выступает мой замечательный Близкий друг Вадим Захаров Обязательно приходите Это 25 ноября Да, 25 ноября Вот Ну Никто не пожалеет Это точно Дальше опять про концерты 23 февраля Здесь состоится мой концерт Уже билеты продаются Это уже как-то традиционно Если у меня осенний концерт плавает По датам Вот, к примеру, сегодня Так получилось, что он Преурочился ко дню милиции Все-таки, ну, 23 февраля Для мужчины Вообще для нашей страны Такой очень важный праздник Поэтому приходите Споем И еще хочу сказать, что Ну, там все время вот На входе У около администратора Продаются диски Мои Но сегодня там очень интересные вещи Продаются Это Календари на следующий год И даже есть такой Двугодовой календарь До следующего Макса Моего замечательного друга Игоря Руденко Где-то он там Есть Это Ну, я считаю По мне, это лучший фотограф Министерства обороны Он официальный фотограф Министерства обороны Если уж так правильно Должен назвать Это Он Начальник фотоотдела Агентства армии России Министерства обороны Российской Федерации Игорь Руденко Давайте ему там Поплодим Потому что В свое время Он много лет был Штатным фотографом Пилотажной группы Русские витязи Истрижи Поэтому Там есть эти календари Вы не пожалеете Если их приобретете Я там Вот Пару снимков Которые мне вызывают Все время улыбку Потрясающие снимки Когда Почетный караул Рота почетного караула Стоит Их Ребят поставили Специально в точке отрыва Пилотажный групп И вот они Ну, взлетали И там Многократное Фотографирование было И там такой снимок Просто Впечатляющий Я когда его смотрел Это дело было летом Я говорю А они там В таких серьезных одежках Я говорю Елки-палки Конечно мужикам Тяжело было Вот это все выдержать Стоять на такой жаре На что мне сказали Ну, насчет жары Это да Но Сложность была Для них совсем в другом А я говорю А в чем Уши у них отваривались Это была точка отрыва На форсаже самолетов Пилотажные группы Слетали Андрак Аплодисменты Спасибо Спасибо Аплодисменты